Здравствуйте! Приветствую вас на YouTube-канале Процветок. Сегодня с вами работает ученый-агроном Ломонос Петр. И наша тема, о чем мы сегодня поговорим, мы поговорим о луке. О том, как его уже правильно досушить и как правильно убрать на длительное хранение. Вы, если помните, в прошедшем ролике мы вам показали, как убираться лук на поле. Убрали лук, недельку просушили на солнце. А вот после этого лук надо забрать на окончательную досушку. Здесь мы проводим окончательную досушку. Если у нас лук побыл неделю на солнце, значит мы его будем досушивать по любым навесам. Любой навес, где есть вентиляция, подойдет для досушки лука. Очень хорошо и быстро лук можно досушить на чердаке. Тем более, что температура упала дневные. Я вам напоминаю, что температура на чердаке не должна превышать 35 градусов. Иначе он может просто-напросто свариться. Если у вас такие условия есть, температура уличная где-то градусов 20-25, значит смело досушивать на чердаке. На чердаке, как правило, хорошая вентиляция, хороший доступ воздуха. Из-за того, что лук защищен и от промышленных лучей, и лук защищен от осадков в виде дождя, значит он хорошо и быстро досыхает. Ну, подержали. Мы держим до такого состояния, чтобы наш лук хорошо подсох. Что значит, чтобы он хорошо подсох? Значит, он хорошо подсох, значит, что луковица покрылась чешуей. Вот это перья, видите, они все легко-легко обрываются. Перья легко обрываются, значит, наш лук уже вызрел. Видите, мы берем, он видно уже окончательно, перья прямо крошится. Перья крошится, значит, он уже окончательно вызрел. Мы его можем выкладывать на хранение. Но, как мы потом, что мы будем поступать? Как мы будем хранить наш лук? Тут есть три способа. Способ первый. Мы его можем сделать в вязанке. Но, смотрите, если мы будем лук хранить в таких вязаночках, значит, что необходимо сделать? Его необходимо сплетать еще зелеными, в рамках, чтобы эти листики были зеленые. Тогда только эту вязанку можно сплести. Потому что такой пересушенный, они легко отрываются, сплести такой лук уже трудно. Чуть-чуть зеленоватые перышки мы сплетаем. Наш лук в вязанке доходит окончательно. Мы вязанки подвешиваем где-то в тенистом месте, не на правом солнце, и он окончательно досыхает. Досыхает уже именно в вязаночке. Тут зеленовато. Если мы наш лук будем хранить в щетках, рассыпью, там теклое немного другое. Мы будем лук доводить до такого состояния, чтобы он полностью сухой. Но для того, чтобы заложить лук на хранение, он долго хранился, тут есть два важных нюанса, которые вы должны знать. Значит, первое. Смотрите, вот наружная чешуя. Наружная чешуя, она у нас как бы выкопана, она может быть с землей. Поэтому по возможности мы стараемся наружную чешую счистить. Счистить, чтобы она открыть следующую чешую. Это раз. Потом эти корешочки можно, видите, руками оторвать, сами корешочки на донце. Мы их просто удаляем. Обычно, если у сухой лук, если они без проблем удаляются, они очень хорошо поудалялись, корешочков быть не должно. Ну и вот дальше, вот что делают ошибку. Многие перед тем, как заложить на хранение лук, делают большую ошибку. Если вы ложите лук, то массовые ящики будете хранить насыпью. Но, конечно, слоем где-то максимум две с половиной луковицы. Ни в коем случае не насыпайте очень большой ящик. Потому что при недостатке вентиляции лук начинает отпочевать. Весь лук дышит, он же живой все-таки. Он дышит. И нижние слои дышат и вверх. И верхние луковицы могут просто-напросто нажать плечневец. Вы знаете, что это недостатка вентиляции. А дома хранить, просто вы поймите, что в доме, где вы будете хранить даже на погребе, там где-то в подвале, если сухой, вентиляции недостаточно. Поэтому чем меньше стоит лука, тем лучше будет храниться, будь то он в ящиках, будь то он в щетках. Вы знаете этот нюанс. И вот ошибка в чем заключается. Что некоторые так берут секаторчик, взяли секатор и образают лук вот под самую верхушечку. Делать ни в коем случае нельзя. Почему? Потому что если мы, это называется шейка, мы открываем эту шейку лука, и значит ее будет в воздухе летать миллиарды микробов, миллиарды бактерий. Они сажаются на эту поверхность, которую мы обнажили, и они будут вызывать шейковую гниль. И соответственно наш лук будет загнивать сверху. А избежать этого можно очень простым способом. Не надо ничего сильно придумывать. Берем от шейки где-то 4-5 сантиметра, то есть на спичечную коробочку. И берем секатор, просто-напросто вот так вот образуем лук. Вот так вот видя, с такой вот остатком пера, в 4-5 сантиметра от шейки, мы будем хранить. Наш лук, если он хорошо просушенный, так вот обрезан, он не будет загнивать сверху. Вот знаете это? Так что, повторяюсь, этапы для того, чтобы окончательно назоветь на хранение, шишчаем землю с наружной чешуи. Эта перчатка делается очень легко. Если шишчается чешуя, вот если взять, она шишчается, вот видите, чешуя шишчается. Это очень нормально, видите, под ней есть другая чешуя. Под ней есть другая чешуя, она хорошо шишчается. Потом обязательно удалим корышочки, обрываем, вот доведем. Ну в общем, сделаем такой чистый, аккуратный вид эстетический. Лука сделали и можно смело закладывать на хранение. Заложили лук на хранение. Ну а дальше существует два способа хранения. Опять же лука, чтобы вы знали. Есть холодный способ хранения, где лук хранится при температуре 0,5 градусов. Ну нам, как бы, такую температуру создать трудно, она создается в хранилищах, где хранится лук. Вот, обычно все хранят при температуре где-то 18-25 градусов, то есть при комнатной температуре лук хранится. Ну есть места более прохладные, градусу 18. Но не забывайте, что мы лук обработали, мы то ли сделали вязанки, то ли обрезали, положили в яшечки его пластмассовый, он лежит у нас в яшечках. Главное, чтобы был приток воздуха, чтобы оно не стояло в тех помещениях, где нету доступа воздуха. Вот, если там нету доступа воздуха, значит, вам вариант или плетенка, или лук положен только в один рат. Больше не надо насыпать лука, потому что больше лука, это значит, у вас начнется гнили, начнутся потери лука. Надеюсь, такие советы очень простые, очень легко выполнимые. Если вы сделаете, ваш лук прекрасно сохранится, вплоть до нового урожая. Вы уже вырастили урожай, теперь самое главное сохранить. Смотрите за нашими роликами, у нас много интересных сюжетов, еще и про лук, про другие культуры. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова